Давайте автобиографию. Ну, в общем, есть ответ к стихотворным двум поэтам. Николаю Гумилёву, если помнишь, у него есть стихотворение «Память». «Он совсем не нравился мне, он хотел быть Богом и царем, он повесил вывеску поэта над дверьми в мой дом». Есть это дверение очень хорошее у Лимонова раннее. Фотография поэта, день осенний, день предпогожий, простой. Сзади осень или лето, и стоит он молодой. Фотография другая, через пять кипящих лет. На лице улыбка злая сквозь лицо, сквозит скелет. Ну, в общем, ответ этим двум поэтам. Автобиография. «Я помню мальчика с тетрадкой, где кляксы, буквы, звуки, под языком и риска сладкая, в чернильных пятнах руки. Я помню юношу. Украдко подглядывал он в вечность, под языком и риска сладкая, в глазах бесчеловечность. Я помню сытого и гладкого отца и семьянина, под языком и риска сладкая, а в остальном трясина. Я помню валкого и шаткого веселого поэта, под языком и риска сладкая, а время года – лето. Я помню лишь моменты краткие, бегут когда, и только лишь и риска сладкая была всегда». Вот называется автобиография. Круто. По-моему. Ну, не буду ничего говорить, это получится. Комментарий. Ну, комментарий, чего это? Знаешь, как китайская традиция, когда один что-то писал, второй лет через 200 делал комментарии, а третий делал комментарии в комментарии еще лет через 500. Ну да. Ну, не знаю. Так кто ж китайцы? Каждый третий китайцы. Да. Да. Это точно. Мозглой. А эту бумажку я на улице нашел, она валялась, я так поднял ее по привычке любопытства, и как прочитал, как читался, понял, что, конечно, ее надо в рамку. Да. Сейчас еще тоже вот это хочу. Ну, это удивительный. Появлялся человек по имени Ясновед. Серега его зовут. Угу. Он наставник на пути. Очень хороший поедет. Это он, это его перевод с тибетского языка, манты. Ничего себе. Да, ну вот, снял я твою мастерскую, можно сказать. И тебя. Класс. Вот так. Да. 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 Ммм. 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 Ммм.